Привет! Один из хороших способов очистить память на компьютере это поиск и удаление дубликатов файлов. Бывает, что файл скачали, потом скопировали в определенную папку, а осталось на диске оба варианта. Или же скачивали один и тот же файл два раза. Поиск дубликатов поможет удалить лишнее. Но вручную сделать такую процедуру довольно сложно, поэтому имеются специальные программы, которые сканируют диск и отыскивают дубликаты, после чего их можно удалить и освободить место на диске. Одну из таких программ я сейчас покажу вам, это 4DDiG Duplicate File Deleter. Ссылку на официальный сайт вы можете найти в описании. Как видите, сканируется диск на Windows и Mac, а также на устройствах, съемных накопителях и даже на сетевых дисках. Еще один важный момент для программы это алгоритм, чтобы поиск шел быстрее и меньше нагружал диск. В данной программе используется специальный алгоритм, который сравнивает как название файлов, так и содержимое. Давайте скачаем бесплатную пробную версию и протестируем. Запускаем скачанный файл установки и начинаем. Нажмите вот эту кнопку для настройки и выберите здесь русский язык. Больше менять ничего не надо, нажимайте кнопку установка. В завершении запустите программу. Вот так выглядит окно программы Duplicate File Deleter. Посередине большой плюс для добавления папки, в которой будет искать дубликаты. Можно добавить сразу несколько папок для поиска и сравнения. Я выбрал папку загрузок из интернета. Теперь два варианта поиска. Дубликаты для поиска одинаковых файлов и сканы изображений для поиска похожих картинок. Они могут быть разного размера, но похожи по содержанию. Это полезно, когда из нескольких похожих фото можно выбрать одно, а остальные удалить. Давайте попробуем первую функцию. Видим пошел поиск и буквально через несколько секунд готовы результаты. Они распределяются по категориям, по типу файлов. Можно каждый найденный файл с дубликатом рассмотреть индивидуально. И вот в этом поле выбрать какой файл удалить, а какой оставить. Галочкой выделяется та версия, что будет удалена. И так пройтись по списку и выделить то, что удалить. А можно нажать вот здесь, выбрать автоматически, и тогда выберется более старая версия для удаления в каждом пункте. И вот смотрите, внизу видно, что только в этой папке, благодаря поиску дубликатов, освободится 4,5 гигабайтов места. Неплохо, правда? Вот тут можно выбрать, что делать с выделенными дубликатами, отправить в корзину или удалить навсегда. Я такое же сканирование провел в папке, где храню семейный архив фотографий и видео. И посмотрите, сколько дубликатов нашло. На 4 гигабайта. То есть все это время 4 гигабайта здесь просто пропадало. А если у вас SSD диск, то на нем особенно важно, чтобы 20-30% диска оставались свободными. Это продлевает его жизнь. Так что, как видите, такая программа уже показывает свою пользу. Пока я тестировал, освободил более 8 гигабайт места, и это еще и просканировал только две папки. Проверим вторую функцию скана изображений. Выберем папку, где есть различные изображения. И программа находит похожие, формируя группы изображений. Вы можете пройтись по этим группам, если нажать на плюсик или дважды крикнуть по картинке, посмотреть крупную фотографию и выделить те, что вам не нужны. В первой вкладке они сортируются по размеру, а во второй по количеству похожих вариантов. Давайте вернемся назад в главное меню. Наверное, вы сразу заметили значок Google диска. Нажмите на него, авторизуйтесь в Google и дайте программе права на управление вашей папкой. Тогда вы сможете проделать те же самые операции прямо на вашем облачном хранилище. Единственное отличие в том, что там нет корзины. Если вы что-то удалите, то навсегда. Еще когда вы выбираете какие-то папки для сканирования, вы можете настроить процесс. Внизу есть кнопка настройки, нажав на которую вы раскроете дополнительное меню. Тут вы можете выбрать метод удаления, который будет сразу стоять по умолчанию. Использовать корзину, удалять сразу и полностью или переместить удаляемые файлы в выбранную папку. Также можно задать максимальный и минимальный размер файлов для поиска, чтобы искалось быстрее. На следующей вкладке можно настроить, какие файлы игнорировать при поиске, а также добавить внутренние папки, в которых не нужно искать дубликаты. И еще одна вкладка «Повторяющийся файл» выбирается характер поиска, по содержанию или по имени файлов, а также какие типы файлов сканировать. Вот в принципе мы рассмотрели все особенности программы 4D DIG Duplicate File Deliver. На официальном сайте по ссылке в описании вы можете узнать больше информации и попробовать скачать программу и просканировать свою память. Можно кстати просканировать, узнать где дубликаты и почистить их вручную. Не так удобно конечно как и программой, но тоже вариант. Напишите ваше впечатление о данной программе в комментариях, а также смотрите другие видео на канале ПК без проблем. До новых встреч в эфире.